98 школьников из всех 18 образовательных учреждений района, которые в своем юном возрасте успели попробовать себя в новой роли – ученых-практиков. Весь год они готовились к ставшей уже традиционной конференции «Научное общество. Первый шаг к науке». Разделившись по трём секциям – физика, математика, информатика, гуманитарные науки и предметы естественно-научного цикла, ребята приступили к защите проектов. Данная конференция имеет свои большие традиции, но естественно направлена на выявление способностей учащихся к исследовательской деятельности, способствует развитию их кругозора, внутренней культуры. Это такая целенаправленная творческая работа, которая естественно оставляет след. Шестой год подряд конференция проходит в стенах Видновской гимназии, ученики которой показывают одни из лучших результатов в научной практике. Из-за узкой направленности этой школы представители гимназии принимают участие только в гуманитарной секции. Однако в последнее время и они стали раздвигать границы своих познаний. У нас основное направление – это гуманитарное, но очень большое внимание в последнее время мы уделяем краеведению, экологии. И здесь тоже у нас очень большие успехи. И мы даже заняли на области второе место по нашим проектам, связанным с экологией. А ученица школы совхоза имени Ленина Анастасия Дерменжи для своей научной исследовательской работы выбрала тему дауншифтинга – осознанного спуска по социальной лестнице. По мнению девушки, это направление начинает набирать обороты. И целью ее труда было выявить причину данного явления. Возникла она для меня неспроста. Я участвовала в Олимпиаде Ломоносова в ноябре 2015 года. И сейчас решила расширить эту тему и представить на конференции. Самый маленький участник конференции – первоклассник Сергей Федоров из Развилки. Вместе с мамой он проводил эксперименты с фильтрами для очистки воды в домашних условиях. Их задачей было определить то, насколько хорошо работают фильтры. Несмотря на свой возраст, мальчик справился с волнением и достойно представил проект. Я не так сильно волновался, когда выступал. Потому что я долго готовился и хорошо выступил. У школьников Ленинского района богатая фантазия и большой потенциал. Такой вывод можно сделать, взглянув на разнообразие тем научных исследований, которые были представлены на минувшей конференции. Лучшие работы будут опубликованы в электронном сборнике. И тогда у всех желающих появится возможность с ними ознакомиться. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ.